Афера на 218 тысяч не прошла. Пенсионерка раскусила мошенников. Клещи покусали больше трех тысяч жителей Бурятии. В Улан-Удэ прошли финальные поединки теннисного турнира Байкал-Опен. Селинга почти вышла на пойму. Уровень воды в реке прибавил еще 8 сантиметров и составляет 228 сантиметров. Мэр Улан-Удэ выехал на левый берег для осмотра проблемных участков. Один из них в ДНТ «Весна», где подмывают дорогу вдоль берега. «Нет, другие есть дороги?» «Сюда заехать?» «Нету». «То есть туда только по этой дороге?» «Только по этой дороге, все». Еще один проблемный участок – школа номер 44, в которой грунтовые воды вышли в подвальном помещении. Но, как заверил мэр, на учебный процесс это никак не повлияет. Землетрясение магнитудой 3,3 балла произошло накануне в Северо-Байкальском районе. Эпицентр находился в 65 километрах к северу от Байкала, на склоне Верхнеангарского хребта в верховьях реки Чая. Пенсионерка из Улан-Удэ смогла раскусить мошенников. Вовремя поняв, что ей звонят аферисты, она сохранила 218 тысяч рублей. Мне позвонили из Центрального банка города Москва. Сказали, что в Центральный банк пришел Кузнецов с доверенностью на мою фамилию. Имя же о том, что я в невинном состоянии, больная, и он может распоряжаться моими денежными средствами, моей квартирой. Направляясь в банк для перевода своих денег на незнакомый счет, женщина поняла, что попалась в цепкие лапы аферистов и обратилась в дежурную часть. В Улан-Удэ разыскивают мужчину подозреваемого в совершении тяжкого преступления, которое произошло вечером 12 мая по улице Комсомольская. Подробности по делу в интересах следствия не разглашаются. Подозревается мужчина, предположительная азиатская внешность, рост 170-175 см, среднего телосложения, был одет в куртку с капюшоном темного цвета, синие джинсы, кроссовки черные с белой подошвой. При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении, незамедлительно сообщите в полицию. В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса под названием Эрис. Инфекцию нашли у пациентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Хакасии и Бурятии. Эрис легче подхватить, чем ковид-19. Он способен обходить выработавшийся иммунитет. Широкого распространения вирус пока не получил, но риски осложнения эпид-обстановки есть. Сезон активности клещей продолжается. На сегодняшний день они покусали 3319 человек, в том числе 836 детей. Но это на 16% ниже показателя прошлого года. Почти половина, это 46% жителей Бурятии, укушенных клещами, связывают присасывание клеща с нахождением на отдыхе в лесу, на берегах рек и озер. Необходимо отметить, что и число людей, которые отмечают укусы клеща, не выходя из своих населенных пунктов, из собственных дачных, садоводческих участков, огородов, ежегодно увеличивается и на сегодняшний день составляет более 30%. Вирус клещевого энцефалита найден у 2% клещей, снятых с людей. А вот возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен у 26% клещей. Лучший способ избежать укуса – носить на прогулку в лес светлую одежду с длинным рукавом и головной убор. Жители поселка Уакит Баунтовского района просят наладить авиасообщение Сулан-Удэ. Уже два месяца его нет из-за отсутствия самолетов. На сегодня из глубинки можно добраться только на автобусе. Расстояние составляет 686 километров или 10 часов пути. Как сообщили в Министерстве транспорта Бурятии, вопрос прорабатывается. Один из вариантов – запустить туда вертолеты. Денег, выделенных из бюджета республики, хватит на осуществление пяти рейсов. 9 августа по всей планете отмечают Международный день коренных народов мира. Бурястате посчитали, сколько представителей малочисленных народностей живет в нашей республике. Выяснилось, что это более 4000 сайотов и 3000 эвенков. Они сохранят свою культуру и традиции. Следует отметить, что именно эвенки и сайоты являются самыми молодыми жителями Бурятии. При том, что средний возраст в целом по республике составил почти 37 лет. У сайотов средний возраст составил 31 год, у эвенков 33 года. В свой праздник сайоты и эвенки собираются вместе, чтобы отметить свою уникальность и поделиться своими традициями с другими народами. Люди, которые видят результат своего труда. В эти выходные строители России отметят свой профессиональный праздник. По данным Бурятстата, в республике насчитывается более 8,5 тысяч работников этой сферы. Сегодня в правительстве Бурятии отметили лучших. Не просто нам многие объекты даются. Хочу акцентировать внимание, что все, что на территории республики строится, это строится строительными компаниями, именно республиканскими. В среднем заработная плата работников составила 72 тысячи рублей. В республике возводят больше объектов, чем в других регионах – дорог, школ, коммуникаций и спортивных сооружений. Что касается жилья, то отличились пригородные районы – Иволгинский, Тарбогатайский и Кабанский. Дело у нас очень непростое, сложное, можно сказать, но благодарное, потому что видим результаты своего труда, как правило, приезжаем на пустырь, на что-то заброшенное какое-то место, а потом там возникает какой-то объект. В отрасли традиционно не хватает рабочих рук. На смену выходцам из Китая пришли местные специалисты, и они справляются с задачами. За последние 30 лет строительные отрасль сделала огромный рывок вперед. Буквально все изменилось. Центр изменился, районы изменились, окраины изменились, мосты новые, развязки, дома, жилье. А сколько мы детских садов построили? А сколько построили школы? Сколько еще построим? В этом году еще 5 школ, 14 детских садов. Накануне праздника лучших специалистов отметили грамотами и медалями, пожелали новых масштабных проектов. Надежда Хлыстова, Нема, родная, специально для программы «Вместе. Мир. Байкал». В Театре оперы и балета прошел галоконцерт Байкальского танцевального фестиваля. Его участники – 15 талантливых выпускников Бурятского хореографического колледжа. Многие из них трудятся в разных театрах страны, но продолжают приезжать в республику и выступать на родной сцене. Я не хочу терять связь с «Альма-Матер». Каждый раз возвращаюсь. Да, у меня отпуск, да, хочется отдыхать. Но нет, я всегда приезжаю, стараюсь держать себя в форме, а затем уже ехать отдыхать. В зале «Аншлаг» на сцене не только наши земляки, но и представители еще пяти городов России. Мастера балета представили программу, в которую вошли отрывки из известных миру постановок, таких как «Щелкунчик», «Бахчисарайский фонтан» и «Лебединое озеро». Это на самом деле экзамен для каждого артиста, потому что он приезжает в то место, где он первый раз вышел на сцену. Это невероятные сильные ощущения, эмоции. Фестиваль проходит уже шесть лет. Его уровень растет с каждым годом. Фестиваль собирает все больше и больше людей. Все больше к нему есть интерес, проявляется интерес. Когда только был первый фестиваль, это был творческий проект, обычный. Просто мы собирались с выпускниками на родной сцене и танцевали. А сейчас он приобрел огромные невообразимые масштабы в государственном даже плане. Очень, очень развивается фестиваль. Я даже не могу представить, что будет дальше. А завтра состоится представление «Балет на Байкале». Под открытым небом артисты представят номера классической и современной хореографии. Все билеты раскуплены. Это очень хороший показатель. Это отличная площадка для развития профессионального роста. В этом году Байкальский танцевальный фестиваль проходит под эгидой празднования столетия республики. При поддержке правительства, Министерства культуры Бурятии, лично министра Саиумы Дагаевой и администрации муниципального образования при Байкальский район. Одним из главных партнеров фестиваля в этом году является «Амар». Это проект, направленный на развитие территории. Также второй год нас поддерживает наш партнер, благодаря которому в прошлом году и состоялось событие «Балет на Байкале». Это компания ЕН+, основанная промышленником Олегом Дерипаской. И мы огромную благодарность им выявляем. Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет побывать на фестивале или не успел купить билеты, Медиахоудинг Нью Медиагрупп совместно с социальной сетью «Одноклассники» проведет прямую трансляцию в официальной группе Бурятского театра оперы и балета. Анастасия Абрянская, Руслан Хиртуев, программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал». Сегодня в ФСК проходит финальное поединение всероссийских соревнований по настольному теннису «Байкал Опен». 250 участников, лучшие игроки из 22 регионов России собрались, чтобы побороться за звание чемпиона. Здесь есть, получается, мастерские турниры, там, где играют все сильнейшие, на котором можно выполнить норматив мастера спорта, а также есть дети до 20-16 лет. Но до 20 лет за первое место также присваиваться звание мастера спорта. Наши ребята выступают на этих соревнованиях уже третий раз, получается, и имеют уже хороший опыт. Моя мама играла в настольный теннис, она была к МЭС, вот, и решила меня тоже отдать, и как-то это затянуло меня, очень понравилось. Какие сложности вы встретили во время соревнований? Предстартовый мандраж, наверное, с сложностью настроиться как-то, вот. И во время игры тоже, когда соперник делает что-то непредсказуемое, тоже тяжело. Было очень тяжело. Игра была на тактическом уровне. Очень тяжело прошла, но я сумел победить. Приехали в Китай, и еще со мной вместе приехали команды из разных городов. Как давно вы занимаетесь настольным теннисом? Не так, но просто любительное. Какая часть игры была самая сложная для вас? Сложный был полуфинал. Молодые, перспективные. Хорошие скорости. Уровень достаточно высокий. Все соответствует правилам ИТТФ для того, чтобы провести грамотно всероссийские соревнования. В соревнованиях среди мужчин победу одержал талантливый спортсмен из Бурятии, родная в Батор. Второе место занял Матвей Рязанцев из Московской области. А на третьей ступени оказался Сергей Яценко из Мордовии. У женщины медали взяли и Лена Баимова из Татарстана, и две спортсменки из Москвы. Айдар Ленчинов, Немар Атнаев. Программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова